17 предприятий курорта, крупнейшие фирмы города, представили свой банк вакансий молодым специалистам. Работа от горничных до инженеров. Подобные ярмарки вакансий для молодежи стали на курорте уже традицией. Очередная прошла в стенах Сочинского госуниверситета. Мы в первую очередь ставим задачу именно о наших сочинцах, именно о нашей молодежи. Потому что много сочинцев и мы не хотим, чтобы они куда-то уезжали в другие города или другие страны. Мы хотим, чтобы они оставались у нас здесь и развивали наш любимый город. О том, какие перспективы сегодня открываются в Сочи перед молодыми специалистами до 30 лет, рассказал Анатолий Пахомов. Глава города отметил, сегодня Сочи один из лучших городов для построения успешной карьеры. Интересную, а главное перспективную работу может найти каждый. Для меня важно, чтобы молодежь оставалась в городе, развивала его, гордилась своими достижениями и росла профессионально и могла делать интересную карьеру. Я не раз уже выступал на всех выпускных и говорил, что лучше нашего города все равно нет. Предложений тоже лучше нет. В зале соискатели со сцены работодатели. В подробностях рассказывают о каждой вакансии. Сочинец Евгений Бойко сегодня получает специальность лингвист в Краснодаре. Учится на четвертом курсе Кубанского университета. А после окончания вуза планирует вернуться в родной город. Говорит, перспектив здесь не меньше, чем в краевой столице. Сейчас в Сочи очень много перспектив для различного рода языковой деятельности. Я смогу найти для себя стоящую работу, что-нибудь возможное из туризма, бизнеса, где потребуется язык. Сегодня в банке вакансий городского центра занятости более 14,5 тысяч предложений для молодых специалистов. В городе построили десятки объектов, которые нужно обслуживать. Это и новые электростанции, объекты водоканала, гостиницы, спортивные дворцы и арены. Везде нужны рабочие руки. Большинство компаний предлагают полный соцпакет, бесплатный проезд до места работы, питание, проживание, обучение и возможность карьерного роста. Зарплаты от 25 тысяч. Немало для молодых специалистов. Проект, направленный на поддержку сочинского студенчества в вопросе трудоустройства, глава города Анатолий Пахомов запустил два года назад. Благодаря таким встречам работу уже нашли сотни студентов.